Сергей Рыжов руководит агентством бизнес-туризма и мероприятий 6 лет. Компания работает с корпоративными клиентами по всей стране, принимает гостей, организует экскурсии и праздники в Самаре. Из-за пандемии и ограничительных мер, когда все массовые собрания оказались под запретом, в 2020 году выручка упала на 95%. Деятельность компании попала в список наиболее пострадавших сфер, поэтому агентство обратилось за господдержкой. Мы получали ее и на региональном уровне, и на муниципальном уровне в виде субсидии на компенсацию зарплатных плат во время пандемии. Это очень сильно нам выручило для того, чтобы в полном объеме сохранить команду. Удалось не только остаться на плаву, но и разработать новые проекты, которые уже сегодня активно воплощаются в жизнь. Сделали событийный паспорт региона, вошли с хорошими позициями в рейтинг событийного потенциала, в том числе в декабре нам вручили даже премию за активное продвижение региона во время пандемии. Самара зашумела, Самару узнали. Топ-менеджеры, какие-то поощрительные поездки – это по сути бизнес-энд-лэжа. Сейчас новый термин такой есть – блэжа-туризм, бизнес-энд-лэжа. Когда люди приезжают, организовывают какое-то небольшое мероприятие, но чек их намного выше. И за счет этого сейчас в том числе в наших отелях появился действительно турист не командировочный, а турист, который готов тратить деньги именно как в турсегменте. Чтобы помочь малому и среднему бизнесу справиться с последствиями пандемии, в стране организовали беспрецедентные меры поддержки. В прошлом году ими воспользовались 85 тысяч предпринимателей Самарского региона. Об этом в ежегодном послании жителям и депутатам области рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Общая сумма федеральной поддержки в виде предоставления субсидий и кредитов составила 33,6 миллиарда рублей. Напомню, что многие из них были просто списаны кредитами. Кроме того, большинство предпринимателей смогли воспользоваться федеральными и региональными налоговыми льготами. Несмотря на некоторое снижение количества субъектов малого и среднего бизнеса в 2020 году, численность занятых в этой сфере даже увеличилась на 7,5%. На текущий год предусмотрены новые программы поддержки малого бизнеса, в том числе предоставление беззалоговых кредитов до 2 миллионов рублей по ставке 5%. Будет также разработан законопроект, предусматривающий снижение ставок по упрощенной системе налогообложения для отдельных видов деятельности.